автор истории папа а кто стучит за стенкой роман чайцев черный привет всем я пишу это во-первых потому что мне очень страшно сейчас во-вторых потому что я давний гость имиджборд и да здесь все мои друзья в третьих потому что мне нужно помощь не 100 рублей задонатить а всерьез нужно сильно сейчас я напишу что со мной было в последние две недели и это пожалуй сойдет за крепи пасту в конце я объясню какая мне нужна помощь и если хоть малейший шанс на то что вы можете ее оказать пишите на фейковое мыло не . help . sn собака mail ru заплатить прямо сейчас не могу но сочтемся потом в комменты где вы это прочтете лучше не писать кто будет репостить текст пожалуйста не удаляйте адрес почты сегодня 25 марта 2016 года и если вы читаете это значительно позже значит все уже так или иначе решилась короче мне 32 года в прошлом я программист скорее web макака сейчас работаю трубочистом в ds да натурально трубочистом обычно для всех новость что такая профессия еще существует но да трубочисты попал случайно три года назад когда сдохла микро студия в которой мы на аутсорсе пилили автоматизированные бизнес-процессы для всяких конторы заводов а еще магазины на друпале и вордпрессе куда без них кризис вся херня в общем говоря я искал вакансию промальпиниста но случайно наткнулся на эту название конторы я писать здесь не буду их даже в ds не так много всего в конторе девять человек три бригады по 2 шеф вменяемый вполне мужик бухгалтерша и то ли зам то ли секретарь я так и не понял что точно делает этот хлыщ кроме как ищет клиентов звонит и ведет группы в соцсетях имеем небольшой но стабильный гешефт занимаемся монтажом и обслуживанием дымоходов для каминов и бойлерных вент конструкции в офисах здоровенных кайлов и торговых центров ну и конечно очистим те самые дымоходы и не надо шуточек про дымоходы уже не весело но чаще чистим и обслуживаем вент каналы в панельках отчего чистим поверьте она ужасно засирается особенно в старых домах а в заведениях общепита в вентиляции изнутри зрелище просто блевотное точнее мы занимались этим я туда точно не вернусь и в свете событий конторе кирдык скорее всего я лично вообще собираюсь переезжать деревню как только продам свою квартиру и панельным домом города больше приближаться не буду никогда и вам советую но кто послушает то на самом деле это целая наука что касается трубочистов на все есть нормативы проекторная документация планы проверок и т.б. от вентиляции схемы закладки соблюдения гостов материалов и так далее напрямую зависят ваши шансы выжить случись помещение пожар и случится ли он вообще если древняя старуха соседка забудет перекрыть газ от состояния вашего вент канала зависит подорвется весь подъезд или таки нет сотни нюансов которые я расписывать не буду гуглите сами если охота отдельно отмечу что в россии как и сюрприз на нормативы и т.б. все кладут с прибором ваше же уже т.с. не исключение уж поверьте большая часть работы на крышах панелек и сталинок старых домов меньше так как тут не питер но у них с вентиляцией обычно самых швах а к нам обращаются тогда когда уже совсем жопа когда на кухне чуешь чем сходивший в сортир сосед отобедал инструмент у нас самый простой гиря и ерш на длинном тросе как в средние века этим пробиваем и чистим вертикальные шахты для горизонтальных есть гибкий стальной тросик как у говночистов строительные пояса еще из современного широкоугольная камера с подвеской из светодиодов на конце длинного гибкого щупа щуп проталкивается с крыши в вентиляцию любой конфигурации картинку смотрим на ноутбуке или мониторчике от автомобильного регистратора так осуществляется первичное исследование состояния канала поиск причин засора и так далее кстати иногда еще шабашим тем что по просьбе же устанавливаем стояки заглушку на трубе идущей из квартиры злостного неплательщика не совсем наш профиль но так что знайте если вы должник есть на вас управа унитаз захлебнется дерьмом а вы побежите платить лишь бы заглушку убрали насчет законности не знаю но бают эффективно но все вроде ситуацию в целом очертил теперь сама история извините что будет коротко нервы не железные к нам обратился мужчина с жалобой на посторонние предметы в вентканале чтобы вы понимали вентканал есть каждом подъезде вертикальная шахта немалого сечения идущая с первого этажа и кончающиеся на крыше такими домиками вы их видели иногда есть отдельные каналы сателлиты под туалет и или кухню строение зависит от серии дома канал бывает бетонным или жестяным его может быть видно в квартире выступающие стены распределительный короб проходит в каждой квартире ветвица на отдельных помещениях трубами более узкого сечения чего только люди не делают с ними свои рукожопые вылезки с вытяжек иногда прямо в общую шахту чем нарушают схему давления в ней и вгоняют своей готовкой на три этажа вверх и вниз спускают там провода ставят клапана перегородки некоторые вообще его ломают чтобы поставить бытовую технику или забивают нахрен в общем смиритесь с тем что за стеной вашей квартиры есть вертикальная шахта в которой царит тьма и постоянно гуляет затхлый ветер с мужиком клиентом история была такая что его малый сын и его жена говорили что по ночам что-то стучит им в стену и вроде как неравномерно с интервалами но потом стуки и поскребывание повторяются стучало в стену туалета санузел раздельный сперва грешили на поехавших соседей но нет их в то время вообще не было в квартире мужик простучал стенку и смекнул что что-то долбит ему в вентиляционные шахты малой его так и спрашивал кто мол там стучит за стеной садца начал по ночам или еще что короче мужик нашел нас и вызвал на первичный осмотр приехал я один я с ним и поговорил вообще бригада меньше чем из двоих по тб состоять не может в случае чего контору и лицензии лишат но первичный можно и одному если вы решили что вот она крепота то разочарую ситуация достаточно обычная шахте может оказаться что угодно вплоть до кошки или голубя всякий мусор тряпки пакеты и так далее обычное дело а стучало она и днем просто днем шумно и не слышно да и воздушные потоки ночные от дневных немного отличаются а причина стуков в шахте всегда ветер это говно что там застряла банально раскачивается просто малой попался впечатлительный ну и клиент занервничал взял я в общем ключ от чердака в тсж расписался полез нашел нужный выход разложил на гудроне крыши моток троса с гирей ноут бобину кабеля от камеры начал проталкивать камеру вниз по шахте закурил заодно все как обычно гирю я с собой взял чтобы если получится быстро прочистить шахту по тб работать одному нельзя но и шеф по головке не погладит если бригаду лишний раз придется из-за ерунды гонять здание кстати было 12 этажей панелька серия p46 если кому интересно в общем травил я себе кабель потихоньку посматривал на экран на экране рывками помещение вперед на самом деле вниз по бетонной шахте довольно чисто и кстати картинка типичная видно вперед на пару метров дальше чернота и вот тут случилось говно ребята полное говно на кабеле есть метровые пометки желтой краской которые я считал клиент жил на седьмом этаже поэтому как я к месту приблизился стал смотреть в монитор не отрываясь и заметил что вместо поросли сухой пыли на одной из стенок канала что-то вроде черно бурой слизи с комочками и наростами но только на одной немного похоже бывает от самодельных кухонных вытяжек которые и жир салом с плиты всяко затягивают но тут она была скорее как плесневелые сталактиты среди слоя густой жижи поблескивала в свете диодов как влажные и чем больше я стравливал кабель тем наросты становились длиннее кустисти что ли я к носу прикинул провод проверил и понял что грязная то стенка которая прилегает квартире клиента и такое дерьмо на ней наросло что в пору сэс вызывать серьезно абсолютно нездоровое что-то болезненно бурая и мягкая но это мне показалось что бурая камеры у нас черно-белые картинка монохромная точно на уровне седьмого этажа я остановился но там не было ничего кроме этой самой плесени ничто не зацепилась болтаясь за провод или арматуру ничего такого подумал еще тогда помню про то какие споры эта растительность может распространять по всему дому стал спускаться и заметил что со стеной шахты что-то не так вернулся назад и вот стою я на крыше в своей робе держу кабель смотрю в сторону на ноутбук и натурально охуеваю на бетонной стене общей шахты на уровне квартиры клиента покрытые плесенью но все равно отчетливые выбоины царапины недоковыренные дырочки какие-то полное ощущение что кто-то очень долго лез сквозь железобетон и успешно залез я вижу арматуру а сами углубления глубиной сантиметров 56 сама стенка немного толще здесь и занервничал да но болезненным мистицизмом отродясь не страдал да и не пацан уже может при строительстве обкололи бетон а плесень лезет из чьей-нибудь кладовки в подвале где три мешка картошки на год забыли в общем стал опускать камеру дальше решив дойти до низа длина кабеля позволяла конечно и так оно и оказалось по пятому этажу уже все стены шахты были в толстом слое плесени старался как мог не изгвоздать провод на уровне третьего этажа из темноты на границе видимости на меня уставилась безглазое белое лицо это было похоже на неподвижную маску из фаянса смотревшую прямо в объектив на месте глазниц черные дырки больше не видно ничего от внезапности я на долю секунды отпустил кабель и он скользнул на метр вниз под собственным весом картинка на мониторе прыгнула вперед прямо к белому лицу ничего все равно не увидел только эту маску и темноту за ней но когда я тут уже крепко схватился за кабель лицо стало приближаться само матерясь от ужаса я как мог быстро вытягивал кабель уставившись монитор выпученными глазами взмок насквозь холодным потом стало тошнить неподвижное лицо то пропадало в темноте то оказывалось близко к камере она преследовала светящуюся камеру и она как я понял в один момент добралось до крыши клянусь я уже слышал из отверстия шорох и хлюпанье с которым она перемещалась там внизу кажется уже даже не матерясь а поскуливая как побитая собака я на автомате напустил на шнур нагнулся подобрал гирю и бросил ее в шахту гиря мягко ударилась об эту тварь и сшибло ее вниз это я понял потому как разматывался трос тварь не издала ни звука но шорох и хлюпанье прекратились какое-то время у меня ушло на то чтобы выбрать весь кабель целиком на мониторе было пусто когда камера вылетела из трубы потерял равновесие и ударился спиной о перила крыши чуть не упал затем выбрал трос гирей вся гиря была в чем-то черном типа отработанного моторного масла опущенного шом пол оптера крышу на штаны спецовки покидал все добро в сумку и сбежал поехал сразу домой по пути гнал разбил бампер и бордюр ну и хрен с ним машина моя они конторы дома разделся роба кинул в корзину мылся кипятком мне почему-то казалось что если на мне будет тослить тварь с пародией на лицо сможет найти меня по запаху позвонил сказался больным сказал что по последнему клиенту при первичном обследовании ничего не увидел вечером встретил дочь из школы накормил и рано отправил спать достал водку из морозилки и напился утром стало полегче хотя раскалывалась башка день я сидел дома и думал обо всем этом позвонил хлыщ с работы на записал меня в бригаду на выезд к тому самому дому доделывать дело сказал ему что завтра выйду вечером забрал дочку из школы сам я видел то что видел понимаете я не решил что мне там почудилась или вроде того но с работой сейчас все очень плохо а у меня малая дочь и я не рокфеллер вдвоем с напарником уже вроде и не так страшно про себя решил что посмотрим вместе до седьмого этажа ниже не пойдем а просто свалим оттуда не нашли ничего и не нашли короче успокоил я себя вечером еще выпил для храбрости утром заехал в контору за серегой напарником выдвинулись на крыше я первым делом надел пояс и пристегнулся карабином к перилам серега хмыкнул но ничего не сказал по тб так и так надо пристегиваться даже на плоской крыше но сам он не стал начал опускать камеру не ну а не может же там вообще ничего не быть что-то болтается же я травил серега смотрел на экран и командовал плесень на стенах теперь доходило до 11 этажа серега вслух рассуждал что это может быть такое я молчал про себя повторял что ниже седьмого не пойдем хоть ты что но ниже и не понадобилась эта тварь ждала нас на седьмом понимаете устроила типа засаду мне экран ноута видно не было но я все понял когда серый закричал тут же провод выдернули у меня из рук с такой силы что если бы не перчатки с ладонем на этот раз все было очень быстро я успел услышать из вент канала шум и бульканье и что-то еще отпрыгнуть в сторону серега как раз поворачивался и выход канала будто взорвался жестяной навес от дождя над ним улетел громыхая в сторону из черного провала во все стороны брызнули какие-то гадкие черные нити или полоски был звук вроде взлетающего реактивного самолета глухой утробный вой повысившийся за секунды до уровня истошного визга видимо часть шума издавал я я орал и не мог остановиться под этот визг мне показалось что над краем кирпичной кладки среди клубящийся и липкой на вид массы показалось то самое бесстрастное лицо маска но смотрела она не на меня сергея схватила поперек тело черная лента почти прозрачная на просвет как нефтяная пленка его сразу затащила внутрь шахты он даже не успел до конца повернуться не успел завершить свое движение поднялся в воздухе и с криком сложившись пополам пропал в отверстие слишком узко для человека меня что-то ударило в грудь и опрокинувшись за перила ограждения я упал с крыши окончательно и отключился уже в падении придя в себя от резкой боли в животе я был не испуган а предельно спокойно сосредоточен сразу понял что вишу на страховке на высоте 12 этажа а проверку наша страховка последний раз проходила при царе горохе но все же она меня спасла как скалала сцепляясь за веревку и упираясь ногами в стену я взобрался обратно на крышу там был бардак и пятно черной дряни трех метров в диаметре с центром в виде выхода вент канала никакой крови не было сняв свой последний комплект спецовки на чердаке и оставшись в майке и трениках я сел в машину и поехал в школу забрал настя с урока странно на меня поглядевший математички объяснил ей что какое-то время надо посидеть дома позвонил на работу и сказал что увольняюсь после чего вытащил и выкинул симку пару раз кто-то приходил и звонил в дверь но я даже глазку не подходил завучу объяснял по домашнему телефону что настя по семейным обстоятельствам какое-то время не будет ходить в школу взял задание по домашке вперед почти две недели все было нормально я выходил только в магазин возле дома в конце концов я успокоился живем мы на другом конце москвы от того дома работа у меня нет но есть 1060 заначки на какое-то время нам хватит зарегистрировался на фриланс биржах решил тряхнуть стариной все стало очень плохо вчерашней ночью когда дочка растолкала меня храпящего на диване и спросила папа а кто стучит за стенкой вот так вот кто стучит за стенкой это было вчера тот мужик сказал что до того как он нас вызвал стучало неделю сначала я видел повреждение на бетоне возникшие за целую неделю значит у меня есть какое-то время до того как это сука проезд себе дорогу в квартиру видимо сопутствующие каналы идущие в ванну и туалет для нее слишком узкие не знаю как она нас нашла наверное это моя вина я только недавно постирал тут спецовку на штанине которой оставалась черная слизь наверное у твари с не настоящим лицом отличный нюх и две недели она ползала за мной перетекая по ночам из подвала в подвал через половину города сегодня я поставлю в туалете ловушку и куплю у знакомого с рук его сайгу и все патроны что есть а теперь я объясню какая помощь мне нужна мне некуда пристроить дочь я нужно обязательно отсюда убрать она отличная девчонка очень воспитанная и не принесет вам никаких проблем я буду регулярно ее навещать все расходы и издержки вам возмещу никаких родственников не по моей линии не по линии ее покойной матери у нас нет мне нужно чтобы вы приняли ее у себя ненадолго на пару недель если у вас есть свои дети еще лучше уверен что тварь идет именно за мной так что вам ничего не угрожает а через две недели я со всем этим так или иначе разберусь я собираюсь продать квартиру если получится пусть даже дешевле чем мог бы и уехать с ней в деревню в тверской области есть там один вариант мы сбежим в сельских домах нет подвалов и вентиляционных шахт так что если у вас есть хоть малейшая возможность пристроить настя у себя пожалуйста как можно скорее напишите по указанному мылу пожалуйста а с тем что стучится за стенкой а я уж поверьте разберусь ну что ж друзья вот такая вот потрясающая история человека бывшего фрилансера и ставшего трубочистом все фотографии которые прилагаются к данной истории я опубликую в своем телеграм-канале через час после выхода данной истории так что всем кому интересно переходите смотрите и пишите свое мнение как и всегда мы с вами на этой ноте не прощаемся услышимся в следующей интересной истории пришло время открыть вам тайну долгое время готовилась нечто масштабное то что по праву принадлежит именно тебе тайна что хранилась долгие месяцы под грифом секретно сегодня будет обнародована ну что ты готов познать тайну я объявляю вам о старте на начале самого масштабного на моем веку мероприятия самые лучшие авторы подготовили именно для тебя будоражащие кровь рассказы и только для тебя я могу приоткрыть дверцу врат и впустить теперь ты сможешь слушать истории в аудио формате без надоедливой рекламы и даже оффлайн на самое главное еще до их появления на youtube канале вы давно меня об этом просили и я услышал вас теперь все мы станем ближе мы сможем пообщаться на стриме а может даже лично созвонимся познакомимся поближе будем болтать как старые добрые друзья обо всем и ни о чем а как ты смотришь на то чтобы мы создали с тобой историю выберем с тобой место время неожиданный сюжетный поворот персонажей а может ты сам станешь персонажем той самой истории будешь бродить по заброшенной деревне пустынной улице или сидеть заперти в своей пропитанной до невозможности потом проклятой квартире которая никак не хочет тебя отпускать история которая заставит остальных сглотнуть ком в горле или обернуться мы с тобой устроим конкурс для авторов на указанных нами условиях и только мы с тобой будем судьями только в наших руках будет тот самый ценный приз кубок который мы вместе с тобой вручим победителю а для самых внимательных я приготовила лично приятные призы но на этом все еще бонусы для вас не заканчиваются я подарю среди заглянувших врата ключ к следующей двери и мы с тобой сможем насладиться ее прелестями теперь я готов открыть для вас врата благодаря тебе я могу оплачивать все те эксклюзивы придуманные нами спасибо что даете такую возможность возможность дать что-то больше делать что-то масштабное вы никогда не слышали от меня что-то наподобие я ухожу монетизации нет или дайте денег вот моя ссылка на донат нет я уже больше года несмотря ни на что делаю для вас крутую озвучку договариваясь с топовыми авторами и все это только для вас и мне кажется я смог собрать вокруг себя ту самую добрую отзывчивую и искреннюю семью получить пропуск врата вы можете в описании или в закрепленном комментарии заходи будет страшно и интересно